Во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, Отава и Киев подписали соглашение о гарантиях безопасности. Рассчитан документ на 10 лет. Предусматривает выделение Канады более 3 миллиардов долларов. Украине в 2024-м. Как говорится в тексте соглашения, цель его подписания – помочь подготовке Украины на ее пути интеграции в НАТО, а также углубить политическое, внешнее и военное сотрудничество. Сегодня мы подписали историческое двустороннее соглашение по безопасности. В рамках его мы выделяем 3 миллиарда долларов помощи военной и финансовой на 2024 год. Эта поддержка продолжит то, что мы делали с 2022 года. Это включает танковую коалицию поддержку, а также поддержка коалиции ВВС. Подобное историческое соглашение о гарантиях безопасности Украина подписала и с Италией. Согласно опубликованному тексту документа, договор предусматривает конкретный перечень вооружения. В частности, средства дальнобойного поражения. Рим и Киев также усилят сотрудничество в сфере оборонной промышленности, разведки, разминированию и кибербезопасности. Мы продолжаем оказывать поддержку Украине в том, что я всегда считала, как вы знаете, справедливым правом народа защищаться. Это обязательно предусматривает и военную поддержку. Потому что путать широкоупотребляемое слово «мир» с капитуляцией, как это делают, это лицемерный подход, который мы никогда не будем разделять. Визит иностранных лидеров показывает непоколебимую поддержку Украины на долгую перспективу. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. На пресс-конференции она также сделала акцент на военной помощи Украине. По мере того, как Россия осуществляет свои удары по Украине, мы также удваиваем свою военную поддержку. Мы уже предоставили 28 миллиардов евро на военную поддержку Украины и работаем над тем, чтобы создать специальный фонд для Украины. Это еще дополнительно 5 миллиардов для закупки вооружения. Параллельно к этому оборонная промышленность наших стран наращивает свои возможности на 40%. И мы уже предоставили полмиллиона боеприпасов. И до конца года достигнем уровня в 1 миллион. Также 60 тысяч солдат будут подготовлены с нашей помощью. О важности восстановления Украины в свою очередь заявил премьер-министр Бельгии. Александр Декроу напомнил, что с момента вторжения России в Украину Брюссель выделил Киеву 1,7 миллиардов долларов. А для помощи в послевоенном восстановлении Украины Декроу анонсировал открытие специального офиса. Восстановление Украины – это приоритет. И Бельгия решила открыть офис Бельгийского агентства развития здесь, в Киеве. В следующие недели оно откроется. Откроем также офис в Харькове. Это регион, который мы будем восстанавливать. Наша работа в восстановлении Украины долгосрочная. России придется платить за ущерб, который она нанесла. Это будут делать не украинские налогоплательщики, не бельгийские, не канадские. Это Россия будет платить за восстановление. Главы государств вместе с президентом Еврокомиссии прибыли в Киев поездом. Изначально побывали в аэропорту в Гастомеле. Место символическое. Именно там, по словам президента Украины Зеленского, Путин хотел выиграть битву за Киев. Однако потерпел фундаментальное поражение. После на Михайловской площади политики почтили память павших защитников Украины. Продолжение следует...